Но почему, если я своему ребёнку даю спокойствие, почему я сама-то беспокойна? Я же мать. Ответ такой. Знайте, что через людей действует сам Господь. И мать — это не я, это энергия супруги Господа. Некоторые люди, они недовольны, что их называют матерями. Но мы не выбираем. Потому что Господь посылает через кого-то какую-то энергию. Это энергия Бога. Мы просто проводники. Если мы уважаем этих проводников, почитаем, значит, мы уважаем самого Бога. Допустим, наставник — это представитель Бога. Когда я смотрю на своего наставника, я учусь видеть в Нём энергию Бога. Не то, что Он сам Бог. В Нём есть энергия Бога. Через Него действует. Это значит, Его слова будут давать мне помощь. Они будут спасать меня, если я верю. А если я не верю, не будут. Бог не будет действовать через того, но через человека, если нет веры. Вера означает уважение. Допустим, я уважаю мою мать, Бог даст через неё мне спокойствие. Я уважаю землю, Бог даст спокойствие через неё мне. Я уважаю наставника, Бог даст через него знания. Это уже отцовская энергия. Знания, решимость, воля, бесстрашие. Способность преодолевать трудности — это мужское начало. Спокойствие, доброта, нежность, гармония, простота, искренность, чистота, женское начало. Это энергия Бога. В человеке есть Божественное и человеческое. Как вы думаете, отношение с близким человеком — это отношение с чем? С человеческим, прежде всего, в человеке или с Божественным? Конечно, вот в этом вся суть. Мы хотим от человека, чтобы он человеком стал. А тебе не надо этого хотеть. Ты найди в нём Божественное. Сначала сконтактируй с ним, с Богом. Почему Бог тебе дал этого человека? Разберись с этим. Что в нём Божественного есть, разберись с этим. А потом ты и человека сможешь принять. Потому что, когда ты узнаешь, что в нём Божественного, тебе уже не будет интересно смотреть на то, что в нём человеческое. А человеческое в нас что? Только одни недостатки. А Божественное — это то, что мы любим. Любовь к человеческому не может быть, если любовь только к Божественному. А мы хотим в человеке любовь найти. И видим только человеческое в нём. Мы не понимаем, что муж — это энергия любви какой. Вы знаете, что у Господа есть здесь два начала на земле. Есть начало мужа Божественное. И есть начало жены Божественной. В разных культурах это по-разному называется, но это одно и то же. Так вот, знайте, что если человек научился любить в женщине Божественное начало женское, высшее, ему не надо беспокоиться в отношениях с женой. Он будет всегда счастлив в отношениях с женой. Если женщина начинает уважать Божественное начало мужское, основу мужчины, как основу, что такое мужское начало? Как муж. Понимаете? Муж — это Божественная энергия. Слово «муж» — это не человеческая энергия, это Божественная. Если человек уважает Божественное мужское начало, женщина в мужчине, она никогда не будет несчастна со своим мужем. Потому что когда он кричит, ругается, там и злится, она ищет в нем Божественное начало. Он думает, что Божественное начало мужское от меня хочет? Она пытается понять. И он успокаивается сразу. Потому что когда контакт произошел с Божественным началом, наступает спокойствие. В моем жизни был такой удивительный эксперимент. В очередной раз, когда жена была мной недовольна, вы скажете, как можно быть Олегом Геннадьевичем недовольным? Поймите, можно быть недовольным кем угодно. Потому что мы люди, у каждого человека есть Божественное, есть человеческое. Она, когда в очередной раз была мной недовольна, я начал изучать. Я отодвинулся, отделился от наших отношений, перестал на это реагировать. И через нее начал смотреть выше и увидел женщину, очень красивую, в небе, сильно разгневанную на меня, высшую женщину. Очень красивую, такую могущественную. И она недовольна была мной. И я такой, ах, вот оно что. То есть, значит, ты мной недовольна. То есть, я раз, я приму от тебя любое наказание. От матери. И тут же, она раз, вот в секунду просто, и начала смотреть на меня добрым взглядом. И в эту самую секунду, не поверите, в эту самую секунду, как будто вот так, раз, и полностью поменялся взгляд у моей жены. На раз и начала смотреть на меня по-доброму. В секунду это все произошло одновременно. Я был в шоке. Потом, в другой раз, когда я разгневался на жену... Говорит, значит, как ты можешь гневаться на меня? Я человек. В очередной раз, когда я разгневался на жену, я перестал думать о своем гневе и начал искать ту силу, которая заставляет мою жену страдать через меня. И не нашел. Эта сила мне не показалась. Представляете, мы так сильно убеждены в том, что мы имеем право говорить все, что мы говорим своим близким людям. А это всего лишь навсего сила, которая действует через нас. И имеет отношение только к их судьбе. Мы тут ни при чем. Мы так вдохновлены им это сказать. Мы уверены, что им надо это слушать. Что это правда важна для них. Мы так вот эту правду как бы гнем. Понимаете, это все равно всего лишь техника выполнения злой судьбы через меня для моего близкого человека. Но неужели нам так сильно надо в этом участвовать? Если близкому человеку нужно получить злую судьбу, ну пусть получит он где-нибудь в другом месте. Я как-то перетерпел, и вот один вид злой судьбы своей супруги перестал ей отдавать в виде моих возмущений. Ну то есть я что сделал? Я принял ее, вот это все принял, и как бы молился, чтобы как бы все было нормально. Принял просто, и все. Прошло время, и она начала получать эту злую судьбу через других людей. И мне жаловаться на них. А я ее успокаиваю. И я подумал, мне так больше нравится жить, чем самому как бы в этом всем участвовать. Зачем мне это надо? Вы понимаете, а мы так вдохновлены, нам кажется, ну кто ему еще скажет, я должна. Нас вдохновляют эти силы мучить близких людей. А на самом деле в этом нет никакой необходимости, у нас есть выбор, мы можем этого не делать. Если мы просто скажем себе, это не мое дело. Вот человек какой есть, такой есть, ничего страшного, это не мое дело. И сразу возникает вопрос, а почему же мне хочется, чтобы он был лучше? А вот это и есть эгоизм. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я молюсь для того, чтобы мой муж исправился, исправился, его характер исправился. Но почему-то Бог не откликается на мои молитвы, и у него характер не исправляется. Я говорю, у вас неправильные мотивы. Она говорит, как неправильные, я же хочу его сделать счастливым. Я говорю, вы уверены? Она говорит, конечно. Я говорю, ну давайте разберемся, вот вы молитесь для чего. Вот его характер, допустим, станет лучше. И дальше что? Она скажет, ну как, что с ним станет лучше жить? Я говорю, да для кого вы молитесь-то? А она такая, для себя. она такая, ну Олег Иванович, ну как вот так молиться, бескорыстно, чтобы у него характер был лучше? Ну как бескорыстно вот сделать, чтобы характер был у него лучше? Я говорю, бескорыстие означает, что вы не хотите, чтобы характер его был лучше. Да? А что надо хотеть? Принять его характер. Принять надо хотеть.